А вы у нас кто? Начальник отдела, вы меня снимаете? Я запрещаю вам меня снимать. Скажите, вы хоть представьтесь для начала. Начальник отдела, подполковник полиции, Ситников. Ситников, то есть вы виновник торжества, так скажем. Я не знаю, в чем вы меня обвиняете, выключите, пожалуйста, камеру. Мне одели наручники и повели меня в камеру. Я абсолютно не понимала вообще, что со мной происходит. При этом мы вызвали скорую помощь. Я же сказал нет. Это требование уже. На чем она основана? На основании закона о полиции. Удостоверение можно ваше посмотреть, так как вы ко мне обратились? Предоставьте. Сейчас предоставлю. Не, если прямо сейчас же. Придя ко мне, он мне сказал, что твое место давно продано. Тебе нужно уйти с работы. А вот я хочу тебе помочь. Напиши явку с повинной. Это же факт, вы пилите контент свой, да и все, чтобы деньги рубить. Вы мне здесь его покажите. Вы мне здесь подошли, предъявили требования. Все, вот что, все, удостоверение, вы отказываетесь предъявлять? Вы отказываетесь предъявлять удостоверение? Я вам вопрос задал. Я уже только тогда поняла, что из меня выбивает эту явку с повинной. Я, естественно, сказала, что я ничего писать не буду. До встречи с адвокатом. Так я прошу, тогда сходите туда, принесите мне и предъявите его. Я жду, ожидаю. Меня вновь подняли в кабинет к начальнику Паненкову ОВД Ситникову. В своем кабинете он предлагал мне сдать кого-то из руководителей вышестоящих организаций, сдать кого-то из руководителей образовательных организаций района. И говорил, и будем жить с тобой в шоколаде. Так, Ситников Николай Алексеевич, начальник отдела ОВД России. Отлично. Ну почему нельзя было сразу так сделать? Ну она в бушлате же меня. А почему вы говорили, что она вас с тобой? Я же не скажу, в бушлате. Ну вы начнете гросло, зачем это нужно было? Пока никакие порциональные действия не прошли. А не надо, нет. Вот мы сейчас проведем следственные действия. Нет, нет, нет. Подождите, пока их нет уже. Нет. Подождите, сегу. Но дошло уже до угроз моему сыну. И в тот момент, скажу честно, немножечко я запереживала. Даже вот до такого мерзкого дошло. Когда они сказали, что мы знаем, что ваш сын является сотрудником полиции, но не этого района, а соседнего, и у него могут быть проблемы на службе. Вот. Ну вы понимаете, как мать. Конечно, я напугалась. Очень сильно испугалась. Мне это было сказано в лицо. Предлагали вам сказать то, чего не было, для того, чтобы осудить. А мне говорят, вы скажите, что Лариса Анатольевна вас заставила. Хочу зачитать статью, которая вышла, значит, 17 декабря 2020 года в Вести Воронеже. Я опубликовала, значит, статья о чем? Как раз об этой ситуации. Чиновницу Воронежской райадминистрации задержали за подделку документов. Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали 50-летнюю главу отдела по образованию, опеке, попечительству, спорту и работе с молодежью администрации Панинского района Ларису Телкову. Чиновницу подозревают в подделке документов. Часть 1 статьи 327 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону в четверг, 17 декабря. Как установили силовики, в июне 2020 года Телкова, пользуясь служебным положением, изготовила дубликат аттестата о среднем общем образовании и приложение к нему. Официальный документ свидетельствовал о получении 49-летним мужчиной среднего общего образования в одной из школ района. Чиновницу задержали. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. За подделку документа глава отдела по образованию и опеке может лишиться свободы на 2 года. В общем, вот такая вот была статья в СМИ 17 декабря по этому поводу. Хочу сказать, что обратная сторона совершенно другая. И по нашему мнению, я думаю, наша аудитория поддержит, наши подписчики, друзья, знакомые, в общем, вы все ребята, которые смотрите, и девчата, полностью Лариса Анатольевна невиновна. И ей не просто так ее взяли, задержали на 48 часов. Это называется подавить волю. Они хотели, чтобы она написала явку с повинной. Она этого не сделала, хотя ей было очень страшно. Возможно, даже и хотелось. Она больше всего испугалась за сына, потому что сын ее работает сотрудником полиции в другом районе. Значит, и они пригрозили проблемами ему на работе. Но даже вопреки этим угрозам, она сильная женщина, она не пошла на уговоры и будет добиваться справедливости. А мы ей в этом поможем. Ожидайте минуты. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Кусцова. А она вызывала? Да. А я адвокат. Адвокат. Адвокат? Да. А вы? Общественность. Общественность? Да. Сейчас ожидаете минуты. Да, да, да. Это дежурный чай. Павлина. Они пускают нас. Они пускают нас. На 10.30 мы были. Ожидайте. Да и холодно очень. Холодно. Пустите. Нет? Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 прочитаю это сами в тепле нас там морозить и мы реально очень устали от холода там аж до трясуна так неправильно запросто конечно можно вот так вот бамс все запотело запотело там да все здесь да хорошо вы боковым вопрос уйти куда но человека 2 2 общественный контроль расскажу мы имеем полное право осуществлять контроль за деятельность сотрудникам полиции связи с тем что имеется основание полагать что беспредел здесь происходит да поэтому мы здесь при следствии действиях абсолютно я вот следственные действия будут здесь дознаватель скажет где дознаватель скажет выйти из кабинета в коридор я постою в коридорчике это запрещено я думаю нет цель вашу я же уже объяснил или нужно сколько раз повторить об этом как-то вот неправильно вы граждан встречаете вы представляете мы там просто реально замерзли вы здесь тепле всего тут хорошо особо никто никуда не торопится да не надо вот эти вот да я как говорю как есть я чего-то ошибаюсь а скажите я в чем-то ошибся когда дознаватель был занят пока дознаватель был занят так мы могли бы здесь на постоять хотя бы чтобы не замерзли потом вот вам даже нечего сказать на это потому что могли бы мы ко времени все пришли конечно 6 плохо все отходит здравствуйте здравствуйте добрый день у вас тоже угадаю угадываете да 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 у нас то начальник отдела вы меня снимаете да я запрещаю вам не снимать скажет вы хоть представьтесь для начала начальника отдела подполковник полиции сетников то есть вы виновник торжества так скажем я не знаю в чем меня обвинять выключить пожалуйста камера почему ну я запрещаю вас снимать меня это за требование какой-то прямо или просьба просьба ваших плане потому что просьба я имею право согласиться либо отклонить на них я это делаю я же сказал мне это требование уже так на чем она основана на основной закон о полиции так конкретно со сличной статью которыми запрещают фиксировать ваши действия я сейчас не буду с вами разговаривать в настоящий момент объясняю проходит оперативное и следственное мероприятие какие именно здесь здесь конкретно я не могу я сейчас нахожусь в том месте где это проводится вы сейчас нет я в дежурную часть здесь информация для граждан вот читать абсолютно верно вот я здесь нахожусь абсолютно законно более того ваши требования которые вы сейчас озвучили тоже считаю незаконным и вы сами это знаете знаете вы удостоверение можно ваше посмотреть так как вы ко мне обратились же подожди предоставьте есть прям сейчас же я требую нету вас должно быть она при себя при мне при себе давайте показывать его сюда покажите кого удостоверение пойдемте вы мне здесь его покажите реально вы мне здесь подошли предъявили требования вот что все удостоверение а в акции предъявляет вы отказываетесь предъявлять удостоверение я вам вопрос задал я я отказываю тогда предоставить прямо сейчас понимаем сейчас же не надо провоцировать нет подождите цивилизованы вы не цивилизованы себя повели изначально какие-то запреты ни на чем не основаны вы я говорю вам у вас с собой то среди или нет конечно покажите пойдемте поднимите поговорить с собой она у вас в кабинете верхняя одежда но не с собой ну а я нахожу здание рода так отлично так я прошу тогда сходите туда принесите мне и предъявите его конечно я жду пожелаешь уважаемый давайте а то режим был выключили родите конечно обязательно сейчас оденем надо было когда зашли одеть послушайте вы если мы и не смотрите общественники вы должны знать какая ситуация в стране более того я не то что знаю я еще успел свое время переболеть уж не надо что мне вообще абсолютно безопасности не скажите есть во втором разу болевает после 6 8 месяцев чтобы понимание антитела когда вырабатывается уже чек не заболею не выработаться но выработались представляете так себя вести нельзя начальник подошел тут решил режим бога включить да не вам судить никому я не сужу я лишь я говорю его конкретное действие которое он совершил считая незаконным я не буду с вами спорить на самом деле нужно спорить бесполезно констатируем факты спорить вы пилите конект контент свой да и все чтобы деньги рубить вам вообще здесь стоит воздержаться вообще от каких либо комментариев почему это не будете указать а я вам конкретно буду указывать конечно да нет вы никто чтобы как это никто гражданин который наделил вас властью не да как и любой другой гражданин это выслушайте для нас они ради себя американских фильмах обсмотрели да нет и не усвоился американский фильмов вы походу насмотрелись американский фильмов вы чувствуете себя не богами я по вашим действиям сужу вы на улице свои вы задаете вопросы такие компрометирующие специально специально что он скомпрометировать сотрудников полиции так ситников николай алексеевич начальник отдела мвд россии отлично но почему нельзя было сразу так сделать но она ушла ты же меня а почему вы говорили что я же не кажу обошла но вы начинаете гросло зачем это нужно было и зачем вот эти запреты теперь нормально конструктивно поговорим давайте теперь с этим у нас у нас к вам вопросы у вас какая-то личная неприязнь абсолютно никакой не ко мне вы наверно знаете о ком я говорю конечно никакой вы подумали о ком но если ты страшного почему так подумали там что это так она здесь tweets даже четверо почему мы именно подумали о ком лариси анатольевна почему вы именно они подумали потому что у вас есть лично неприязнь конечно а какова ситуация возникла несколько лет назад такая у вас с ларис анатолиевнойrals такой никакой не возниквой ничего не просили конечно У меня другая информация Ну, у вас своя информация А сотрудники ФСБ Вам не интересовались еще? Нет, конечно Ну, пока никто не приезжал У вас есть какие-то ко мне вопросы? Никаких У вас есть какие-то вопросы к товарищу начальнику? Доставательно, пройдем Но у нас к вам будут вопросы Да, конечно Достаточно много Я надеюсь, больше такой ситуации не повторится, как было только что Ваше запрещение Я научу тебя снимать лично Вы можете, смотрите, попросить меня об этом А я могу вам либо отказать, либо уговорить вашу просьбу Я вам отказал Вы начали превышать свои полномочия Начали требовать Почему я специально спросил Вы требуете, либо вы просите Вы начали пользоваться своим служебным положением Вы понимаете? Вы начали требовать И вы приказы осознаете, что это незаконно Это не игра слов Все в соответствии с законом Меня Вадим Юрьевич зовут Вадим Юрьевич Поним Ну это игра слов Просто доставьте, снимайте А вот то, что вы требовали и просили Это тоже была игра слов? Правильно я понял? Не обращать внимания, что вы можете потребовать Но на самом деле не требование А просто просьба такая Правильно я понимаю? Мы играем сейчас в игру слов Я понял, хорошо Все, вы свободны Свободны, я понимаю А я понял Мы может быть тогда пройдем куда нам нужно Ну куда вам нужно? Или вы хотите восхищаться? Ну Гусцова меня вызвала А, дознание Вы вас вызвали на допрос Да Не на допрос, а на... На следственных действиях Вот на следственных действиях И не меть Правда Конечно Так дознаватель мне об этом скажет Дознаватель Ванон независимое, процессуальное Даже с того лица Правильно? Да, конечно До свидания До свидания Здравствуйте, меня зовут Вадим Серов И вы на канале Общественное движение Дорожный контроль Мы занимаемся общественной деятельностью И оказываем квалифицированную юридическую помощь Ну, возьмем? Да, мы сейчас зайдем Зайдем Сейчас, я работаю Подождите Сейчас Что-то заявить не может Проходите Сейчас разберемся Сейчас разберемся Здравствуйте Здравствуйте Нет, нет, нет А сейчас пока никакие партнеры действия не готовят А не надо, нет Вот мы сейчас проведем следственные действия Подождите, пока их нет Нет Я не разрешаю вам захватить Ну, вот сейчас адвокат хочет Дайте слово сказать Пускай адвокат скажет Нет, но я вам не разрешаю заходить А с чем это связано? Я сейчас из него у меня бросэ Я не разрешаю Так еще пока это не происходит Мы начали Я не разрешаю Я не разрешаю ему заходить Что? Вы не разрешаете Давайте мы здесь все втроем постоим Да, нет Нет А с чем это связано? Почему? Ну, потому что следственные действия сейчас будут Нет Давайте Давайте Я закрою Давайте Может быть мы выйдем Тогда мы здесь вывозим Вы вам что сказали? Если дознаватель Вам Дознаватель Да вы узнаете Есть они или нет Нету я вот Дознаватель Вы адвокат Вы адвокат Я это знаю Что вы знаете? Что сейчас подсвони Дознаватель Запретил Что это будет? Присосует общественнику Посторонним лицам Где? Все Вот дознаватель сказал Ну Я Для других граждан Я не постороннее лицо Только для дознавателя Вы не являетесь Участником судопроизводства Понимаете? Какого судопроизводства? Судопроизводства Никакого В производстве находится уголовное дело Так, отлично Уголовное дело Сейчас же ничего не происходит Все, я не разрешаю Давайте мы здесь тогда постоим Ну что здесь так? Нет, здесь Здесь Чтобы постоять Закрылись Николай Николай Присаживайтесь Возьми, пожалуйста Только ни на что не нажимай Должны здесь минутки Понял? Я здесь пока постою Дабы не развивать никакой конфликт Занимайтесь делами Камера там будет Видеосъемку так же Согласен, узнавайте Конечно Когда запретят, тогда запретят Я не разрешаю видеосъемку снимать Как вы не можете этого понять? Если нет, тогда все До свидания Простите, пожалуйста Как вас зовут? Меня зовут Елена Я не разрешаю Приводить видеосъемку Селена Владимировна Послушайте на меня Во время чего вы не разрешаете Сейчас к следственным действиям Я не разрешаю Проведить автор Я не разрешаю вам камеру Оставьте, пожалуйста За дверью Простите, пожалуйста Мы уже приступили Сейчас мы приступим Думаете, что будут До вечера сидеть? Камеру за дверь Простите Я не разрешаю вы здесь находит и не ходите конечно у меня нет меня хорошо имеет полный право согласно пока там проводят следственные действия я нахожусь здесь рядом с абинетом сказали подслушивают но может быть так оно и есть как немножко подслушивать так что не будем провоцировать здесь дальше какой-то конфликт и все что пришлось еще в этом плане что-то по одной причине но первых здесь все-таки выздорователь девушка ну и как бы пусть выполняет свои должностные обязанности не стал может быть и нужно было но будет будет именно так главным сыновников торжества познакомились с сидниковым начальником отдела на полиции у полянского района здравствуйте расскажите пожалуйста вообще по какому поводу мы здесь и не представьтесь пожалуйста меня зовут лариса анатольевна телкова я руководитель отдела образования администрации панельского муниципального района я вот сейчас нахожусь около кабинета дознавателя где как я считаю незаконным образом неделю назад меня задержали по статье 91 случилось это так до 15 декабря я была в отпуске выходить на работу я должна была 16 декабря в это время у меня муж болел к видом он только что сдал анализ он был положительный и я сразу после окончания отпуска 15 собиралась 16 пойти в больницу и сдать анализы на ковид но в пять часов вечера мне позвонила мой секретарь и сказала что меня вызывают на 16 число повесткой в дознание как свидетеля по делу по выдаче аттестата как свидетеля но я встав утром уже плохо себя чувствовал охрану я собиралась в больнице сдавать анализы на ковид но думаю ладно если вызывает я в принципе всегда сотрудничаю с полицией действительно я знаю по какому делу действительно была допущена ошибка при выдаче аттестата которая тут же нами исправленной мы сами отменили приказ на этот аттестат к кому факту было возбуждено уголовное дело значит ко мне в июне месяце с письменным заявлением обратился гражданин будько с просьбой выдать ему дубликат аттестата что якобы он учился в дзержинской школе и он предоставил все документы справку из полиции заявление и справку с печатью синие о том что он учился в этой школе на рассмотрение у нас был месяц мой специалист рогатнива оксана алексеевна мы кстати побеседуем с ней сегодня она выдала ему этот аттестат потому что специалист по кадрам находился в отпуске потом на больничном потом уволился не было возможности проверить архив вот допустила такую ошибку я подписала этот дубликат мы выдали а потом когда она все это проверила весь архив проверила она увидела что там нет его нет никаких данных она пришла ко мне доложила и мы тут же написали приказ об отмене этого дубликата аттестата мы написали приказ считать его недействительным мы знаем свою ошибку мы ее тут же исправили ну и поэтому вопросу началось вот это вот уголовное дело но я считаю что это личные неприязненные отношения со стороны начальника полиции ситников николай сеть ко мне лично но потом мы продолжим почему они такие неприятные удачи вам да можете с ней переговорить на тему здесь проходит здесь на я понял так я ничего не мешаю я попросил здесь стоять я просто греть конечно да у меня с дознаватель попросил здесь находится дежурный попросил человек с вами был 2 смысл адвокат вы имеете адвокат участвует следствие если у вас какие-то вопросы есть панинском отделу давайте через пресс-службу нашего вот и без вопросов и на все вопросы ваши отвечу хорошо а можно вам будет лично потом задать их они у меня будут но они позже будут ну да 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 саша серьезные я бы сказал бы они связаны с преступлениями с определенными да конечно да только через пресс-службу воды а с вами лично со мной лично можете конечно переговорить но без на прием ко мне прийти до на прием из камеры все как полагается камеры конечно причем на прием нельзя с камеры нет но с камерой придет какие-то будет задавать не личные вопросы если не лично характер то есть касается только служебных ваша личная жизнь меня вообще не интересует спасибо я не оказался если бы так скажем я же понимаю прекрасно что но если какие-то вопросы по служебной моей деятельности то через то только за вас будет кто-то говорить не вы нет я отвечу своему руководству они посчитают нужным скорректировать я не знаю а почему вы своими словами не хотите сказать в соответствии с вашими должностными обязанности как начальник отдела полиции на приеме ну подождите я на прием помогу прийти правильно конечно личному вопросу личным уже он для меня будет тогда личным вопросом я тогда к вам приду и я думаю мне ничего не будет препятствовать фиксировать наш диалог с вами я приду тоже на прием и отказать вам приема не вправе вы будете задавать вопросы касающихся вас лично меня лично это так касается вы даже не представляете теперь уже касается все понятно это уже лично и всего хорошо вопросов нет так что все если служебный вопрос все вопросы через прислужбу хорошо по служебным вопросам я думаю будут отвечать компетентные органы касаешься вашей деятельности да конечно да я надеюсь вы будете себя в правом поле вести с этого момента и всегда я 25 лет веду себя правом поле но пока у меня информация иного ну вы знаете вы слушайте одну сторону я послушайте прежде чем послушать одну сторону я еще и навел свои справки так поэтому я имею основание полагать что вы действуете противоправно действия сады по полиции так скажем следствий комитет разбирает да конечно так что я думаю они над этим может и обработать должны будут конечно а как вы считаете вот вы правильность оповели по поводу запрета видеосъемки когда я считаю правильно потому что с точки зрения закона или человеческих моментов с точки зрения закона с точки зрения закона то есть вы сначала попросили а потом потребовать но я ваше требование не выполнил я же нарушил что-то вы по вашему мнению Дорогие друзья, не забывайте оставлять комментарии под видео, ставить палец вверх. Если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Ну и конечно же, буду очень благодарен вам, если вы распространите этот сюжет максимальному кругу лиц. – До свидания. – Все, удачно. Так, а что здесь у нас сейчас получается? Отбирали подпись, правильно? – Отбирали подпись, хотя я никогда не отрицала, что эту подпись я оставила сама. – Угу, все, больше ничего. Что еще хорошего пояснили, товарищ дознаватель? Дала все-таки постановление. – Ну, красавчик не говорил. – Хотя она сопротивляла. – Ну, немножко. – Так, ну теперь мы продолжаем уже у вас на рабочем месте, в вашем кабинете. – Да. – Вот те действия следственные закончились, ну и мы остановились на Сидникове. Личная неприязнь. – Да, личная неприязнь. Пять лет назад ко мне обратился Сидников Николай Алексеевич, вот прямо в этом кабинете. Зашел и попросил помочь дочери на едином государственном экзамене. Я ему отказала в этой помощи, ну, может быть, немного в грубой форме. Вот это послужило поводом личных неприязненных отношений именно с того времени. Неоднократно делались проверки РУВД отдела образования, дестабилизировали обстановку в отделе, какие-то документы брали, смотрели. Но все это нам возвращалось, никаких нарушений в работе отдела образования не было найдено. И их вообще не было. И я продолжу с момента моего задержания, 16 декабря. Я, значит, первый день мой был после выхода из отпуска. Я собралась ехать в больницу, сдавать анализ на коронавирус, так как муж болел, мы с ним вдвоем в доме проживаем. Но получив повестку, я ее не получала лично, она вечером секретарю была доставлена, она мне позвонила по телефону. Я, как законопослушный человек, прибыла в отдел полиции. Когда я пришла в отдел полиции, я была с адвокатом, я увидела, что около кабинета дознавателя сидели две женщины, две понятых, и велась видеосъемка с момента нашего, так сказать, открывания дверей в кабинет дознавателя. Я села, и она сразу познакомила меня с постановлением об аресте на 48 часов, связанных якобы с тем, что у них имеются какие-то показания какого-то свидетеля, которого мне так и не назвали, который якобы сказал, что я знала, что эти данные были заведомо ложные. В общем, поскольку я была в шоковом состоянии, я абсолютно ничего не поняла, я была просто в шоковом состоянии. В это время мне одели наручники, хотя я совсем соглашалась, у меня есть фотография, которую сделал мой адвокат, где я в наручниках. Мне одели наручники и повели меня в камеру. Я абсолютно не понимала вообще, что со мной происходит. При этом мы вызвали скорую помощь. Скорая помощь померила мне давление. Давление было 185 на 110, и это было зафиксировано в протоколе. И сотрудник скорой помощи сказал, что мне необходимо проехать в больницу для того, чтобы сдать АКГ и дальше там что-то посмотреть. Но зашел сотрудник полиции Александр Александрович Шеменев. Или как его фамилия, его точно не помню. Он вызвал медсестру скорой помощи, ей было что-то проговорено. Как я узнала позже, поступали звонки от начальника полиции к главному врачу, и скорая помощь меня никуда и не забрала. Я, естественно, мне предложили сделать АКГ на стульях в кабинете дознавателя. Я, естественно, написала отказ, что делать АКГ на стульях в кабинете дознавателя я не собираюсь. И меня, одев наручники, повели в камеру. Посадив меня в камеру, в камере я была одна. Я долго, часа 3-4, вообще не понимала, что от меня хотят и за что меня сюда посадили. Я просто не понимала самое главное, за что меня посадили. Я не понимала эту причину. Но спустя 4 часа после того, как я там посидела одна, ко мне спустился начальник полиции Ситников Николай Алексеевич. И тогда, после разговора с ним, я уже все поняла, все встала на свои места. Придя ко мне, он мне сказал, что твое место давно продано, тебе нужно уйти с работы, а вот я хочу тебе помочь. Напиши явку с повинной. Если ты напишешь явку с повинной, мы прямо сейчас пойдем в суд и договоримся тебе, выпишем 5000 штрафа, и ты будешь отпущена. Напиши явку с повинной. На что я ему сказала? Да я и так уже все показания дала. Я дала показания, что мы выписали аттестат ошибочно, что мы неправильно поняли 115 приказ министерства, и за это глава объявил мне выговор, что я наказала своих специалистов, которые занимались этим вопросом, что подпись ставила я в аттестате. Я доказываю ему, что я все сказала, мне нечего добавить. Но он заставлял меня подписывать какие-то бумаги, я ничего подписывать не стала. После этого меня подняли на второй этаж к Азизову. И первую ночь я не ночевала в камере. Кто такой Азизов? Азизов – это сотрудник БЭП, Мурат. Первую ночь я не ночевала в камере, я ночевала в кабинете у Азизова. Я спала на стульях, он спал в кресле за столом. В течение всей ночи он пытался меня обрабатывать, что вы подумайте, зачем вам это надо. Давайте явочку с повинной мы завтра вызовем вот с отдела, тут с ваших специалистов. Следственные действия все быстренько проведем, и вы прямо домой пойдете, никто вас тут 48 часов держать не будет. Но понимая, я уже только тогда поняла, что из меня выбивает эту явку с повинной, я естественно сказала, что я ничего писать не буду, до встречи с адвокатом. После чего Ситников неоднократно заходил в кабинет Азизова и говорил, ну что у тебя за адвокат, звони, пусть приедет. Я говорю, откуда я позвоню, у меня ни телефонов, ничего нет, и я не помню наизусть ее телефон. Они сами вышли как-то на этого адвоката там, ну она потом и сама приехала ко мне. После этого, после того, как первую ночь я провела в кабинете сотрудника БЭП до 7 утра, в 7 утра он спустил меня в камеру. Я спустилась в камеру, и в этот момент, ну спустя некоторое время, может быть час, ко мне подселили женщину, неоднократно судимую, как она мне сказала, и она мне сказала, что она больна туберкулезом, что привело меня в шок. В этот момент я просто даже не знала, как отреагировать на это, на то, что посадили женщину 3 раза судимую, и что она больна туберкулезом, так как сидела, и у нее большая дырка в легких. Я просто сидела, я не знала, что вот за издевательство надо мной происходит, но потом, глянув на эту женщину, я просто чисто сообразила, что никакого туберкулеза у нее, наверное, нет, наверное, это просто она меня запугивает, чтобы, значит, в очередной раз меня запугать. И действительно, буквально через некоторое время, через час, меня вновь подняли в кабинет к начальнику Панинского ВД Ситникову. В своем кабинете он предлагал мне сдать кого-то из руководителей вышестоящих организаций, сдать кого-то из руководителей образовательных организаций района, и говорил, и будем жить с тобой в шоколаде. Ты нам сдай одного человека, мы дело сделаем, показатель сделаем, и ты все, и мы с тобой, и от тебя, и туда-сюда. Тогда я спросила, Николай Алексеевич, а за что вы меня арестовали? Какой у вас свидетель? За что я сижу здесь 48 часов? Он говорит, давайте проведем мощную ставку с этим свидетелем. Кто сказал, что сказал? Он мне не назвал ни одной фамилией. Никакой очной ставки со мной проведено не было. И все это время до вечера мне поступали угрозы, что он будет проверять в отделе образования ДСМ, будет проверять в отделе образования питания, на что я говорила, да пожалуйста, ради бога, проверяйте. Но дошло уже до угроз моему сыну. И в тот момент, скажу честно, немножечко я запереживала. Даже вот до такого мерзкого дошло. Но я все равно выдержала. Вторую ночь я ночевала в камере. Это была единственная ночь, когда я ночевала в камере, вторая. Но я все выдержала. Утром приехал мой адвокат, и он вел с ней разговоры. Он пытался склонить адвоката на то, чтобы она повлияла на меня, написать явку с повинной. Но она и открыто ему в лицо сказала, что я не вижу оснований, в чем она должна признаться. Она и так вам всем призналась, что да, есть нарушения при выдаче этого аттестата, но они все устранены. В чем? Но он продолжал уговаривать, значит, ее. Но после этого меня он напугал, что будет продлен арест на несколько, еще на 72 часа. И ей он сказал то же самое, что арест будет продлен на 72 часа. Ну, конечно, это привело меня в очередной шок. Но, Бог дал, я выдержала все эти унижения. Я даже не знаю, каким словом это еще можно назвать. В 11 часов меня ровно выпустили. В этот день я просто не могла даже из дома выйти. Вот именно 16 числа. На следующий день, через день был выходной, я обратилась в больницу. Сейчас я нахожусь на стационарном лечении в неврологии. На дневном стационаре мне капают сильные неврологические средства, потому что это все повлияло на мое здоровье. Я до сих пор не поняла, что за человек, который дал на меня какие-то ложные показания, и за что я провела 48 часов в камере. Я до сих пор этого не могу понять. Но здесь все просто. Они хотели подавить вашу волю для того, чтобы с вас взять явку с повинной. Да, явка с повинной выбивалась практически все 48 часов. Но я написала заявление в Следственный комитет, где написала, что нарушались правила содержания ВВС. Первую ночь я ночевала на стульях в кабинете у сотрудника БЭП. Меня только в 7 утра. Камеры же, наверное, можно просмотреть. Но я думаю, что, может быть, уже все эти записи, конечно, удалены начальником полиции. Кроме того, значит, можно посмотреть, что за персона со мной сидела, с туберкулезом она или нет, я тоже это не поняла. Хотя, когда вот это все происходило, я сказала и адвокату, и всем, у меня муж имеет диагноз ковид, он только позавчера сдал анализ. И я сегодня собиралась идти. Я просто являюсь, возможно, я не знаю, но являюсь переносчиком этой инфекции. Но ничего доводом не было и не шло. Демонстративно были одеты наручники. И я была, значит, доведена сотрудницей в камеру. Я понял. Скажите, вот еще есть такая информация, и в смене она была, о том, что сам Сетников нарушает федеральный закон о полиции. О том, что его супруга проходит вместе под его руководством службу. И что развод, который у них был, он фиктивный. Вам вообще известна эта история? Я эту историю слышала неоднократно в Панинском районе. По-моему, об этом знают здесь все. Жена действительно работает с ним в одном отделе полиции. Кстати, дознаватель, которая все это, вот со мной все эти действия, я ее не видела в камере ни разу, она ко мне не спускалась. Ко мне спускался только Сетников. Но этот дознаватель является подругой его жены. Он живет с женой в одном доме, об этом все знают. И воспитывают? И воспитывают дочь. Сыну угрожали. А чем занимается сын и какого вида угрозы были? Угрозы были такие, когда они сказали, что проверят в отделе питание, ГСМ. Я нормально на это реагировала. Но когда они сказали, что мы знаем, что ваш сын является сотрудником полиции, но не этого района, а соседнего. И у него могут быть проблемы на службе. Вот, ну вы понимаете, как мать. Конечно, я напугалась. Очень сильно испугалась. Мне это было сказано в лицо. Что могут быть проблемы у него на службе. Я думаю, он очень хочет злоупотребить своим должностным положением и что-то предпринять. Но я думаю, мы его этим видео предостережем, дабы не совершить никакого преступления. Зачем ему это нужно? Пусть лучше на воле, чем не на воле он будет. Ну да. И вы знаете, я вот до сих пор, я понимаю, что чтобы слабать мою волю, но поступить так с человеком, это, по-моему, вообще не по-человечески. И запретить даже обратиться в больницу. Согласен. Ну, это абсолютное подавление вашей воли, сто процентов для признания вины. Ну, я хочу вам еще сказать, что в понедельник утром я встретилась с Николаем Алексеевичем на улице, с Ситниковым, и он просил меня, чтобы мой муж, который писал заявления в УВД, забрал эти заявления, якобы он с ним там помирился и что-то в этом роде. Я говорю, нет, это вопрос к мужу, а не ко мне. Я в камере сидела, я ничего не писала. На что он мне сказал, ну ты молодец, железная женщина. Он мне сказал. Оценил. Оценил. В это время, пока меня задержали, там, оказывается, проходил обыск у меня в кабинете, проходил обыск у Оксаны Алексеевны, специалист. Пусть она расскажет, как ее волю подавляли при первом допросе в РУВД 6 человек. Ситников просил не обращаться ко мне? Как это было? Да, Николай Алексеевич просил неоднократно. Неоднократно. И даже когда я уходила в пятницу, в 11 часов я выходила из полиции, он проводил меня до ворот и все время говорил, ну позвони Серову, ну позвони Серову, пусть он прекратит все это. Позвони Серову, пусть он все это прекратит. Это говорилось неоднократно мне. Неоднократно. И причем это даже слышал и мой муж. Один раз он даже говорил при нем. Сейчас давайте поговорим с Оксаной Алексеевной, Рогатневой, непосредственно со специалистом, которого также пытались обработать, обвинить в каких-то махинациях те же сотрудники Ситников, Азизов. Ну и в общем-то она скажет, что мы нарушили то, что и я скажу. Да, нарушен приказ министерства, мы знаем. Я ее за это наказала. Меня за это наказала глава. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Я Раватнева Оксана Алексеевна. Работаю главным специалистом отдела по образованию, опеки, попечительству. Временно, на время отпуска по уходу за ребенком образцово Марина Ивановна. В июне меня вызвал руководитель отдела по образованию Лариса Анатольевна. И сказал, что в отдел обратился человек, завыточая ему дубликат аттестата. Я пришла в кабинет, объяснила ему, что для получения дубликата аттестата мне необходимы подтверждающие документы и нужно уведомление с полицией о том, что этот аттестат нигде не числится, ни в каком розыске, ни в каких уголовных делах. Объяснила ему порядок. Через две недели он принес справку с полицией и принес справку о том, что он учился в Держинской школе. Я спросила у Ларисы Анатольевны, так как архив на тот момент у нас был закрыт, я не имею доступа к архиву, а специалист был на сессии учебной, я спросила у Ларисы Анатольевны, можно я заполню аттестат по этой справке, а потом, когда специалист придет, я проверю через архивные документы его подлинность. Так как уже подходил месячный срок, в течение которого мы обязаны были выдать этот аттестат, она дала свое согласие, я заполнила этот аттестат, мы по акту приема-передачи, это было сделано не тайно, это все делалось на планерках, в открытой, то есть весь коллектив может это подтвердить, и мы говорили об этом полиции, что весь коллектив это знает, это говорилось открыто на планерках, нам сказали в полиции, что мы вам не верим, это тут ваши какие-то тайные дела, делишки, но я не знаю. Я заполнила аттестат, принесла Лариса Анатольевна, мы вызвали Будко, мы ему сказали, что мы вам, вот на данный момент, он работает в системе образования, этот водитель он работал, ему, что такое водитель? Водитель человек, которому директор доверяет, он иногда привозит какие-то документы, ну, без этого в системе образования на доверие нельзя работать. Я пыталась это объяснить полиции. Пришел Будко, мы ему сказали, что мы вам выписываем аттестат на основании той справки, которую вы принесли. Дубликат вы имеете в виду, да? Да, дубликат аттестата, совершенно верно. То есть он, получается, предоставил какие-то документы, справку там, да? Совершенно верно. То, что он учился, и вы не могли достоверно с этой справки проверить, встречать утром. Да, обычная справка, выдана таком-таком, с другой стороны была ведомость, где стояла печать, директор, подпись директора. Меня в полиции спрашивают, проверяли ли вы подлинность этой справки. У меня нет таких возможностей проверить подлинность предоставленных документов. В соответствии с порядком выдачи аттестатов, аттестат выдается на основе итоговых оценок. Итоговые оценки я могла проверить только в архивной ведомости, которая хранится у нас в отделе по образованию. После того, как вышел специалист по архиву, мы с ним вместе пошли, просмотрели документы. Я не нашла подтверждающих документов, что он учился в Беженской школе. Может быть, он там учился, я не знаю, я не могу сказать. Просто выдачи книги, выдачи аттестатов я не нашла за этот год. А что с этим учреждением? Это учреждение у нас ликвидировано. Поэтому он обратился и... Да, документы хранятся всех ликвидированных организаций, документы хранятся у нас в отделе. Основание вот этого вот мы и выдавали. То есть у вас был срок обязанности течем 30 дней выдать, но проверить вы не могли, поэтому выполнили вы эти условия 30 дней. А дальше, когда при проверке установили, что... Лариса Анатольевна я в понедельник на планёрке об этом сказала. Лариса Анатольевна, я не нашла данных по Бутко, что он обучался. Она сказала прямо тут же на планёрке, она сказала, Оксана Алексеевна, пишите аттестат, пишите приказ о том, что признать этот аттестат недействительный. То есть запорченный, обычный запорченный бланк. Я написала приказ в трёх экземплярах. Один экземпляр мы оставили в отделе, один мы отдали ему, один мне остался. Вот. Вручили и обязали его вернуть. Дальше я пыталась его неоднократно найти Бутко. Спрашивала у нашего механика, который, в принципе, отвечает у нас за всех водителей, Александр Иванович, где мне найти Бутко? Он говорит, тот сейчас на больничном, у него то ли ключица поломана, то ли рука, то ли он где-то упал. Я подробностей не знаю, не могу сказать. Потом ещё несколько раз спрашивала Александр Иванович, где мне найти Бутко? Мне надо забрать у него аттестат. Он говорит, он сейчас работает в ковидном отделении, в больнице в Павинской, по договору. Ладно, опять не могу его найти. Выходит Лариса Анатольевна, где-то в середине, это было сентября, она выходит. Я чисто уже не помню, говорит, уже слишком долго длится, уже просто всё зашкаливает. Лариса Анатольевна, когда вышла, она мне спрашивает, Оксана Алексеевна, это опять было на планёрке, в понедельник утром на планёрке. Она спрашивает, Оксана Алексеевна, что с аттестатом? Я ей объясняю, Лариса Анатольевна, я не знаю, где этот Бутко? Я его найти не могу. Мне ни на телефон не отвечать, ни на что не отвечать. Я его где найду? Она говорит, да и водитель с ним рядом живёт, я сейчас попрошу его, он его найдёт. Проходит буквально 5-10 минут, она меня вызывает в кабинет, говорит, ехайте, пока он ещё никуда не ушёл, никого не повёз с ковидного отделения, ехайте, уведомления ему вручайте. Мы подъезжаем к больнице, он к нам выходит, я ему у него спрашиваю, говорю, вы когда нам аттестат-то вернёте? Он говорит, а я его вам не верну. Я говорю, в смысле, как вы нам не вернёте? А я его в полицию сдал. Ну, зачем? У меня вот, у меня был, у меня был шок. Я говорю, ну, вы хотя бы мне, вот, уведомление распишитесь, что вы обязаны к нам его вернуть. Он говорит, да распишись, но ничего, мне не тяжело. Какой-то подставой попахивается его стороной. Да, да, я, 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 вот честно, говорю, я, я даже вот не нашла, что сказать. Я ему уведомление отдала, он мне уведомление расписался, и всё, я подъезжаю, стоит какой-то неизвестный молодой человек около отдела. Вот, ну, стоит и стоит, здесь много кто стоит. Я поднялась к себе в кабинет, звонок, приглашает Ларису Анатольевну, Оксана, к себе не зайдите. Ну, я, как всегда, это свой этот ежедневник взяла, но что-то записать, но уже захожу. Здесь представители полиции, и Лариса Анатольевна, я даже сразу, опять-таки, я не поняла даже, про что разговор, потому что перед этим полиция проверяла отдел, что-то с питанием. Они у нас здесь вообще постоянные гости, что-то с питанием, и он у меня спрашивает, я говорю, вы обождите, вы про что спрашиваете? Про питание, или про что вы у меня спрашиваете? Да, про какое питание мы вот, вот вы выписали аттестат, я говорю, а при чём здесь аттестат, вроде бы про питание было. Нет, мы уже не питание, мы с аттестатом разбираемся. Я им объясняю, как было. А он вот так сидит и говорит, знаете, а я вам не верю. Я говорю, да мне вообще без разницы, верите, вы мне спрашиваете, я вам отвечаю. И на следующий день, когда пришёл Азизов сюда, в отдел, он пришёл, Лариса Анатольевна ещё была, а утром они меня на следующий день опять вызывают. Вы подойдите, пожалуйста, я говорю, но у меня с утра много мониторингов, я говорю, можно я чуть-чуть задержусь? Ну, желательно побыстрее. Ну, говорю, ладно, побыстрее, Лариса Анатольевна позвонила, она говорит, ну иди. Я пришла, меня вызвали в кабинет Ксетникова, буквально 10-20 секунд я там была. Как выглядит эта справка? Я им опять объяснила, с одной стороны она была напечатанная, с другой стороны ведомость оценок. Всё. А вы что думаете, вы тут самые умные? Мы и не таких раскалывали. Идите. Ну и всё, я ушла. Прихожу, Лариса Анатольевна ещё на планёрке, следом за мной пришёл Азизов и сидит у меня в кабинете, значит, ждёт Лариса Анатольевна. Здесь я уже просто вот не выдержала. Я ему говорю, мне не обидно за то, что я этому будку выдала аттестат. Да, я признаю, я его выдала с нарушениями. Мне нужно было сначала по архиву просмотреть. Я об этом честно сказала. Мне стало обидно за то, что я честно отработав, в системе образования, я пенсионерка. Меня обвиняют в каких-то ОПГ, в каких-то кражах, в каких-то махинациях. И я сижу, да, я была с ним грубая, я на повышенных тонах с ним. У меня истерика здесь, мне и валерьянку, и валидол приносили. И вот он, да вы успокойтесь, я поговорю, почему они с вами так. Я говорю, мне обидно. Я столько лет отработала в системе образования. Я ему говорю, мне не за аттестат обидно. Я вам честно сказала, да, я нарушила. Мне надо сначала было просмотреть по архиву, а потом мне стало обидно за то, что меня окунули в грязь. И я вот сейчас вот даже вот вам рассказываю, а вот уже чувствую, что я опять начинаю с вам наводить. Не волнуйтесь. Потому что, понимаете, когда честно, я честно отработала, а мне говорят, ты вор, ты плохой человек, я его не спрашиваю, а за что вы меня так? Да я с ним поговорю, я даже не знаю, почему он с вами так, почему он с вами так. Но вас склоняли вообще дать какие-то показания Да, они мне говорят, да вы расскажите, если что, не переживайте, мы вас на работу возьмем. Я говорю, куда? Ну а вот предлагали вам сказать то, чего не было, для того, чтобы осудить. Да, вы скажите, что Лариса Анатольевна вас заставила. Я говорю, ну как она заставила? Она руководитель. Да, она меня вызвала, сказала, что надо выдать эти статус. Человек обратился. Дальше я эту работу делала. Да, я пришла, я ей сказала это опять. Она вам указала. Я говорю, мне не совсем нравится это слово, что она мне указала. Она руководитель, я подчиненный. Но вы, в общем, не подались на их провокацию? Больше двух часов. Ну, два часа, это вот были разговоры ни о чем. Здравствуйте, Николай. Прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшнюю нашу поездку в Панино. Сегодняшняя поездка в Панино закончилась, можно сказать, удачно. Были получены все документы, которые ранее не выдавались по неизвестным причинам в нарушении уголовно-процессионального законодательства, которые не выдавались ранее подозреваемыми. Значит, проведена была беседа с узнавателем, обозначили свою позицию, и думаю, что дальше будем уже заниматься в другом русле с ними работать. Доказывать будем полную невиновность Ларисы Анатольевны. Вопиющий случай задержание 50-летней женщины на 48 часов по статье, которая предусматривает два года лишения свободы, это максимальное наказание. А с учетом того, что она ранее несудима, уголовный кодекс не предусматривает вообще применение санкции в виде лишения свободы при совершении преступления небольшой тяжести задержать человека, ну, это исключительно было сделано только для того, чтобы получить от него признательные показания, в том числе явку с повинной. Считаю, что это было абсолютно неправильно сделано со стороны сотрудников полиции, и даже непорядочно больше. спасибо большое, Николай, и передаю мне слово на связи. Мы держим ситуацию на контроле, не переключайтесь. Друзья, не забывайте обязательно подписываться на наш канал, ставьте пальцы вверх, комментируйте, распространяйте этот сюжет где только возможно. Всем до новых встреч. Ситников, ну, скажем так, знаете, есть слово «обосрался», но я не буду его говорить, но немножко неправильно себя повел, я бы сказал бы, немножко. Ты не прав, Ситников. И держи удостоверение всегда при себе, не забывая его ни в каких там, ни в какой верхней одежде. Всегда прям около сердечка прям держишься. Мне кажется, тебе предстоит еще подержаться за сердечко. Ну, там, где удостоверение должно быть, то есть за удостоверение сам понимаешь. И я не угрожаю. Это не угроза. Ситников. Ситников. Субтитры создавал DimaTorzok